Добрый день, друзья! Меня зовут Бирюкович Алексей Юрьевич. Я главный архитектор компании Акрилон Прод. Сегодня мы расскажем вам о составе нашего проекта. Наш проект состоит из двух частей. Первая часть – это эскиз «Динамеры забудований». Это та часть, которая дается в архитектуру для того, чтобы вы смогли получить будивельный паспорт, который требуется по закону, и могли начать строительство. Это один альбом. Второй альбом – это сам проект. Проект состоит из следующих чертежей. Это титульный лист, на котором стоит персональная печать архитектора. Моя печаль. В этот проект обязательно вкладывается мой квалификационный сертификат архитектора. Обращаю ваше внимание, что сегодня лицензия отменена, и лицензия заменена квалификационным сертификатом специалиста, который выполнял данный проект. В данном случае это сертификат мой. Итак, проект. Значит, проект – титульный лист с печатью архитектора. Перечень чертежей, на котором показано, из каких чертежей состоит проект. Пояснительная записка к проекту в короткой форме. План первого этажа с показом размеров всех расстояний до окон размещения сантехнических приборов. План второго этажа. Обращаю внимание, что на этих же планах показаны вентиляционные и дымовые каналы, которые предусмотрены в проекте. Фасады. Четыре фасада. Разрезы. Два разреза, как минимум, к каждому проекту. План крыши. Кроме, часто бывает необходимо показать отдельно чертежи террасы, еще могут быть чертежи размещения дымовых и вентиляционных каналов. Эта часть называется архитектурная часть проекта. Следующая часть проекта – это проект конструкции. Он состоит из плана фундамента, плана стен фундамента, сечений фундаментов по каждой стене, пояснительные записки, деталей фундаментов, нижняя часть фундамента имеет специфическое армирование и спецификации материалов на фундаментах. Дальше в проект входят монолитные пояса, если они есть, сечение монолитных поясов, спецификация материалов на монолитный пояс – это арматура и монолитный бетон, схема размещения перемычек этажей со спецификацией, видно количество перемычек, перемычки, название перемычек, все перемычки типовые продаются на обычных заводах железобетонных конструкций. И ведомость перемычек, в которой показано, как эти перемычки расположены в проемах. Опять монолитный пояс – это монолитный пояс второго этажа над вторым этажом под перекрытием второго этажа. Это тоже один из монолитных поясов. Сечение монолитных поясов – показано, как арматура укладывается в монолитный пояс и спецификация материалов на монолитные пояса – сколько арматуры, сколько бетона, какой марки арматура, какой марки бетона. Далее идут схема размещения плит перекрытия, если перекрытие железобетонное, или деревянных балок, если это перекрытие деревянное. Дальше идут узлы перекрытия, если необходимы, и спецификация материалов на перекрытие – сколько панелей, сколько анкеров, какие швеллера, арматура, бетон и так далее. Это узлы, это лист с узлами перекрытия, то есть в некоторых местах бывают монолитные участки, и в этих монолитных участках показано, как они изготавливаются. Это тоже деталь перекрытия. Это у нас схема размещения элементов перекрытия над вторым этажом. В данном проекте перекрытие над вторым этажом деревянное, поэтому показаны, как лежат балки. Каждая балка имеет свой номер, и они все указаны в спецификации основных материалов. После этого показаны узлы этого перекрытия, и дальше переходим к кровли. Значит, этот такой сложный чертеж называется план стропил. Вот. Показано, как лежат стропила. Каждая стропила, каждый элемент имеет номер, вот один, десять, четыре и так далее. Все эти элементы потом указаны в спецификации. Идут разрезы по кровли, столько, сколько необходимо, чтобы понять конструкцию. Вот. Идут узлы по кровли. Опять, вот узлы, как соединяются элементы. И идет спецификация, спецификация основных элементов кровли. Сколько идет, сколько идет стропил, сколько кобылок, сколько диагональных ног. Вот, к примеру, на вот этот дом порядка восьми кубов лесоматериалов необходимо для того, чтобы изготовить кровлю. Вот. Бывает кровли над отдельными участками. Это кровля над крыльцом, кровля над террасой и так далее. И отдельно лист, если это у нас дом из газобетонных блоков, лист, где показано, как газобетонные блоки армируются. Вот такой состав проекта мы выдаем нашему заказчику. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok